В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Цифровая мобилизация. Наш город посетили представители Министерства связи и филиалы РТРС Нижегородской области. 19 отличников подведены итоги тотального диктанта. Огонь локализован в ядерном центре. Прошли командно-штабные учения ГОИЧС по предотвращению лесных пожаров вблизи важных государственных объектов. Далее расскажем обо всем подробно. Цифровое телевидение идет по стране. Один за другим регионы отключают от аналогового вещания. Нижегородская область переходит на цифру 3 июня. Для решения проблем с переходом на цифровое вещание на местах в правительстве Нижегородской области создали проект цифровая мобилизация. В его рамках представители Министерства связи и Нижегородского филиала РТРС проводят семинары в районах области. Через полтора месяца наш город, как и вся область, переходит на цифровое вещание, в эфире которого будет 20 бесплатных телевизионных каналов. В Сарове в аналоговом варианте остаются областное телевидение ННТВ и местный канал 16. Как отметили представители Нижегородского РТРС, проблема отсутствия в цифре местных каналов стоит остро. На вопрос генерального директора канала 16, как быть в этом случае жителям, которые хотят смотреть местные новости передачи, ответили – ждать появления 22-й кнопки. Это муниципальная кнопка, которая в обязательном порядке, да, появляется один муниципальный телеканал в виде субботника для кабельщиков. Закон об этом находится в стадии финальной. Дальше проходят все те же конкурсные процедуры по муниципалитетам. Но, в принципе, для вас проблема решена федерацией по всей стране. Поэтому просто потерпите. Речь идет о, на самом деле, достаточно недлительном времени принятии закона. Ну и дальше до конкурса. Понимаете, конкурс будет, но это тоже там полгода. В рамках семинара заместитель министра связи Алексей Воробьев и директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небальсин рассказали о том, как будет осуществляться переход на цифровое эфирное телевидение в регионе. Обозначили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители, и ответили, как они решаются. Особо отметили роль волонтеров в оказании помощи пожилым людям в настройке телевизора на прием цифрового вещания. Волонтер ничего не делает, с технической точки зрения не ремонтирует, я имею в виду. То есть волонтер только приходит и подключает. Опять же, волонтер не берет за это деньги. Также волонтеры не вправе покупать приставки для престарелых. Этим должен заниматься только сотрудник соцслужбы. Волонтера можно вызвать только при условии, что в квартире уже есть цифровая приставка, либо современный телевизор. Лесной пожар распространяется с большой скоростью под угрозой жизни и здоровья сотрудников одной из площадок ядерного центра. Это легенда командно-штабных учений внеев, которые проводились совместно с сотрудниками МЧС КБ-50 и Росгвардии. Во время учения отрабатывались навыки совместных действий силовых структур и оперативное решение нештатных ситуаций. Подробности в следующем сюжете. Из дымовой шашки повалили клубы густого дыма. Сотрудники пожарной охраны, специалисты внештатных отрядов ГО и ЧС заняли свои позиции и организовали штаб по тушению условного огня. По вводной командно-штабных учений РФЯЦ внеев лесной пожар двигается по направлению к одной из закрытых площадок города. Мы сегодня отрабатываем две вводные. Первая вводная – это пожар в лесу, а вторая вводная – авария на радиационно-ядерно-опасном объекте. Сейчас уже по первой вводной отработано практически на 50%, собраны силы и средства, идет тушение пожара в лесу, но пожар пока еще не удается локализовать. Вспоминая о лесных пожарах 2010 года, организаторы учений приняли во внимание каждую мелочь. Основной проблемой на месте условного возгорания оказалось отсутствие необходимого количества воды в лесных водоемах. Нам весна показывает, что у нас не все нормально с водоемами в лесу. Может быть, вы уже заметили, проезжали в Орламовку, воды по прошлым годам меньше наполовину, не можем поставить пожарно-сосные станции на водоем. Вот приходится отрабатывать все вопросы с гидрантов, в перекачку. Такие трудности есть. Конечно, все на чеку, чтобы никаких вопросов не повторилось у нас до 10-й год. По словам Игоря Мусина, главного инженера ядерного центра, данные учения максимально приближены к реальной чрезвычайной обстановке. Сделано это для того, чтобы на практике проверить, насколько готовы специальные службы в НИЭФ и города к подобным ситуациям. По его словам, то, как оперативно был развернут штаб и началась ликвидация лесного пожара, говорит о слаженной работе всех служб и специалистов. Эту деятельность уже не первый год проводим. Вы помните, были у нас достаточно такие тяжелые ситуации, связанные с пожарами 2010 года. То есть были сделаны определенные выводы. Есть у нас трехстороннее соглашение, которое позволяет нам взаимодействовать в части лесных пожаров. Это ВНИЭФ, это город и это заповедник имени Смедовича. Подобные соглашения означают всестороннюю помощь и обмен оперативной информацией в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря такой работе условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки и специалисты Федерального ядерного центра приступили к отработке второй фазы учений – ликвидации техногенной аварии на производстве. Департамент по делам молодежи и спорта и волонтерский православный центр «Радость моя» приглашают горожан принять участие в благотворительном легкоатлетическом забеге «Бегущие сердца». Он пройдет в рамках празднования Дня Победы 9 мая на площади Ленина. Старт на преодоление дистанции будет дан в 11 часов. Цель мероприятия – сбор средств для приобретения специального инвалидного кресла 9-летнему саровчанину. Другая важная информация в подборке коротких новостей. О поддельных лекарствах можно сообщить по телефону. В областном Минздраве запустили горячие линии, по которой граждане могут рассказать о фальсифицированных и контрафактных препаратах. Звонки принимают по телефону 8 831 466 7055. Оператору надо сообщить название препарата, серию и номер срок годности, данные о заводе изготовителей и штрих-код. Студия мультипликации кадрики объявила набор на следующий учебный год. Будущих светилоанимаций ждут в детской школе искусств номер 2. Она работает по адресу улица Московская, дом 36. Заявление о приеме необходимо отправлять на электронную почту. Телефон для справок 9-5184. Саровчан приглашают на благотворительный концерт «Весна без границ». Он пройдет в пятницу 26 апреля в Молодежном центре начала в 18 часов. Концерт состоится в рамках благотворительного марафона «Город единственно непохожих». Все собранные средства пойдут на издание литературно-поэтического сборника «Одаренных людей-инвалидов». В этом году самое большое количество отличников тотального диктанта за все время проведения всероссийской акции в Сарове. Во второй гимназии прошла торжественная церемония награждения и разбор распространенных ошибок, которые допустили участники проекта. В этом году знания русского языка проверили более 100 саровчан. 19 из них получили за диктант оценку «Отлично». Для Анны Петруниной это была вторая попытка написать диктант на пятерку. В прошлом году девушки поставили 4, а в этом она получила заветную оценку «Отлично». Почувствовала очень большую радость, поскольку результаты об отличниках появились немного раньше, чем в целом результаты. Я когда прочитала свое имя под 17 номером, я очень обрадовалась, потому что я по профессии филолог, учитель русского языка, я подумала про себя, что ура, я не посрамила свою профессию. В планах у Анны снова и снова принимать участие в тотальном диктанте. По мнению девушки, такие акции нужны, особенно тем, кто закончил школу много лет назад. Они помогают проверить свои знания родного языка. Если, например, он написал диктант на «Отлично» порадоваться своим знаниям, или если, например, он не так хорошо написал диктант, то понять, что ему нужно подтянуть в знании русского языка. Потому что я считаю, что грамотность отличает в первую очередь именно образованного человека. В этом году на «Отлично» в Сарове диктант написали 19 человек. Большинство из них признались, что текст был достаточно легким. Однако филологи, которые проверяли работу, считают, что секрет успеха не только в этом. В этом году, надо сказать, что работы вполне хорошие. Мне очень понравилось. Качество явно чувствуется. И не только потому, что сам диктант может быть немного легче. Действительно, наверное, люди готовятся. Я думаю, что вот видя знакомые лица каждый год, вижу, что, наверное, приходят люди с уже опытом написания тотального диктанта. И это сказывается положительно. Участники акции получили сертификаты тотального диктанта. Все, кто не был на собрании в гимназии номер 2, могут узнать свои результаты на официальном сайте проекта и скачать электронный сертификат. Театр в главной роли. В Краевеческом музее открылась выставка, посвященная 70-летию Саровского драматического театра. В экспозиции представлены архивные фотографии со спектаклей, афиши, эскизы и костюмы. Сценический реквизит, а также документы и личные вещи заслуженного артиста РСФСР Василия Ивановича Рябова. Особенность выставки в городском музее экспоната связана с тем периодом городского театра, когда он именовался музыкально-драматическим театром имени Максима Горького. Нужно сказать, что роль театра в жизни любого человека недооценить невозможно. Театр учит нас быть людьми, сочувствовать и переживать, наверное, как никакой другой вид искусства. Фотографии сцены и спектаклей, афиши конца 40-х и начала 50-х. Личные вещи заслуженного артиста СССР Василия Рябова, который в 60-е годы считался одним из лучших исполнителей роли Владимира Ленина. Часть экспозиции посвящена костюмам, которые использовались в различных постановках. На выставке представлены эскизы художников к нескольким театральным постановкам. И в данном случае мы говорим об эскизе к спектаклю «Князь Ка». Ставился он в 2000 году. Мы можем увидеть и сам эскиз, и вот это прекрасное его воплощение. Всего в экспозиции около 200 театральных артефактов разных лет. Посмотреть их можно в часы работы музея или в рамках ежегодной акции «Ночь в музее», которая пройдет 17 мая. В рамках всероссийского проекта «Весенняя неделя добра» волонтерами был организован сбор помощи для приемника бездомных животных. Кормы и медикаменты собирают сразу на нескольких площадках. К акции подключились клубы по месту жительства Центра внешкольной работы, Медицинский колледж и Саровский физтех. О том, как принять участие в благотворительном марафоне, расскажем далее. Ежегодно сотни домашних животных в нашем городе оказываются выброшенными на улицу. Часть из них попадает в приемник. Сегодня там живут собаки и кошки, которые когда-то были домашними любимцами, а теперь оказались не нужны своим хозяевам. Животным приемника помогают неравнодушные горожане и представители организации, среди которых клуб «Акбар». Если вы завели животное, то вы рассчитываете, что это животное живет не год, а 13-14 лет, что все-таки должна быть какая-то ответственность. Стрелизуйте, кастрируйте, потому что когда они плодятся, понятно, что вы щенков всех пристроить не можете. Но раскидывать щенков по городу – это тоже не есть выход из положения. Каждый год «Акбар» организует сбор помощи для животных приемника. Приносить пожертвования можно в клуб «Здоровье» на улицу Силкина, 10 дробь 1. Это корма. Корма сухие, педигрии и вискос лучше другой не приносить, как пишут, что может быть, что болеют от остальных марок. Потом моющие средства, я понимаю, это одно из самых главных, чтобы не распространялись болезни дезинфицирующие. Потом старые тряпочки, подстилочки. Помогают организаторам школьники – волонтеры клуба «Здоровье». Ребята считают, что в их поддержке и заботе особенно нуждаются брошенные собаки и кошки. Им нужна еда, им нужно питье, лекарства. Им нужно помогать и тем животным, которые в приюте бросили люди. Помощь от горожан клуб «Акбар» принимают до 30 апреля. Затем пожертвования направят в приемник. Редактор субтитров А.Семкин Виктор Никонорович Ваганов – участник Великой Отечественной войны. Родом он из провинциального городка Можга Удмуртской республики. И, как рассказывает ветеран, 22 июня для всех начинался как обычный день. Одни шли на работу, другие вели детей в сад, а третьи готовились к народному празднику сабантой. Но никто так и не успел осуществить своих планов. В половину 12 дня в Удмуртии объявили тревогу. Примерно через неделю местные власти города уже приняли решение. Все школьники, начиная с пятого класса, направлять в деревню для производства всех хозяйственных работ. Потому что большинство мужского населения уже началась мобилизация, включая врачей и медицинских сестёр. Сразу после школы Виктора Никоноровича отправили в Третье Ленинградское пехотное училище в городе Воткинск. Спустя год в 44-м младший лейтенант Виктор Ваганов уже был на фронте. Как рассказывает ветеран, этот период был для красноармейцев особо сложным. Я был направлен в 167-я, дважды краснознамённая, Сумско-Киевская дивизия. В период Великой Отечественной войны эта дивизия освобождала, форсировала Днепр. Получила 24 героя Советского Союза и в том числе освобождала Киев. За время войны Виктор Никонорович побывал в разных городах и странах, но больше всего в памяти отложился последний бой в Праге. Немцы нанесли по взводу авиаудар. Большинство бойцов Красной армии сразу пали на месте. Увидев эту картину, Виктор Никонорович взял волю в кулак и ринулся в бой. Со мной рядом тоже шёл лейтенант-пулемётчик пулемётного взвода. Видя нерасторопность командира расчёта пулемёта, я был мягким, сам за пулемёт и выпустил целую пулемётную очередь, 250 патронов. Сразу флаг белый. Наутро объявили – война окончена. Стрельба, крики «Ура!» салюты. Весь народ вышел праздновать долгожданную победу. После Виктор Никонорович был направлен на Западную Украину, где прослужил до 1947 года. Затем получил направление в 128-ю гвардейскую дивизию, а уже в 51-м продолжил службу в нашем городе. В копилке ветерана больше 20 медалей. Одна из самых почётных – за победу над Германией. А ещё два ордена Красной звезды – орден Отечественной войны второй степени, чехословацкая медаль за храбрость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова